Здравствуйте, уважаемые телезрители! В канун самого любимого праздника, Новый год, хочется говорить только теплые, хорошие слова. Для нашей передачи стала доброй традицией в канун Нового года рассказывать о людях, чья жизнь посвящена служению самой главной ценности человека – это его здоровью. Татьяна Тимирбулатовна Бураева, доктор медицинских наук, профессор, за годы работы успела завоевать себе огромный авторитет и любовь. На ее глазах выросло немало детишек, для которых она – добрый, чуткий и внимательный доктор. Можно представить, какой страх испытывают родители, чьи детишки подвергаются какой-либо хвори, но когда попадаешь к ней на прием, тревога улетучивается. И уже через несколько минут дети и их родители, преодолев барьер боли и страха, начинают понимать, что их окружает забота и внимание грамотного специалиста. Я работаю врачом-педиатром уже более 20 лет. После окончания медицинского института в 83-м году я поступила в ординатуру по педиатрии, закончила ее. И работала участковым врачом в детской поликлинике номер 4. Тоже два года. И затем уже стала работать на кафедре. Ну, как бы пафосно ни звучало, но педиатрия – это моя жизнь. Я всегда хотела работать детским врачом. И мои родители, я помню, даже в детстве я всегда им говорила о том, что я буду лечить маленьких детишек. Педиатрия – это очень сложная и ответственная профессия. И специфика педиатрии еще заключается в том, что педиатр должен уметь наладить контакт не только с больным ребенком, но и с его родителями. А это искусство, искусство общения, и ему надо учиться всю жизнь. Ну и потом детский организм так сформирован, что состояние, конечно, быстро ухудшается, но в то же время они скорее выздоравливают, чем взрослые люди. Поэтому возможность у врача-педиатра видеть результаты своей деятельности, своего лечения, они, конечно… И награда большая – видеть глаза выздоровевшего ребенка и родителей. Что вам помогает в современных, таких несложных медицинских условиях быть таким врачом, каким вы есть? Ну это, наверное, прежде всего, любовь к своей профессии, конечно же, к педиатрии и любовь к детям. Ведь самое дорогое, самое святое, что может быть у человека – это здоровье его ребенка и его детей – доверяют врачам-педиатрам. А что вам мешает в работе? Мешает… Ну я, в общем-то, всегда говорю о том, что безразличие и равнодушие врача и медперсонала – это, конечно, большой минус. Ну и когда врач-педиатр, так сказать, не работает над собой, а он должен, как и в равной степени у любой врач другой специальности, должен работать над своей профессиональной квалификацией, повышать свою профессиональную квалификацию. Вот это, конечно, сейчас очень актуально. Детский врач – особая медицинская профессия. Он должен быть не только высококлассным специалистом, но и очень добрым, открытым человеком. И главное – любить детей. Профессия, когда врачебную ошибку нужно исключить на 101%, потому что с детьми всегда все по-другому. Я и в детстве помню, я приходила на работу к матери и вместе с ней оставалась на дежурствах. Она работала акушеркой в родильном доме, потом в гинекологии медицинской сестрой, так что мне это было знакомо еще с детства. Уже, наверное, около 20 лет, как работаю на кафедре педиатрической. Вначале работали на кафедре факультетской педиатрии, потом госпитальной педиатрии. Сейчас у нас очень большая кафедра, называется «Кафедра детских болезней номер один». И студенты к нам приходят на первый курс и заканчивают уже на шестом курсе педиатрический факультет. То есть мы выпускающие кафедры. Возможности учиться, познавать, конечно же, инновационные технологии на современном этапе, конечно же, больше у современных студентов. Возможность учиться. Не было, конечно, таких условий у студентов прошлых лет, но у нас есть очень хорошие студенты, прекрасные, которые заканчивают с большим успехом наш факультет и занимают ведущие места и в клиниках, в больших клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. И что самое главное вообще в процессе обучения? Что нужно дать студенту, чтобы он любил свою профессию? Да. Ну, самое главное, конечно же, во-первых, любить студентов и любить свою работу педагогическую. Уметь преподавать. Для этого как раз мы каждые годы повышаем свою квалификацию. И, конечно же, желание преподнести, преподать свой опыт, передать свой опыт работы своим студентам. Это, конечно, очень важно. Мы вынуждены признать, что доктор в доктору рознь. Как понять, как понять, к какому доктору мы попали? Сразу бывает видно хорошего доктора, потому что обращения, его не зря же говорят, что доктор лечит словом. Поэтому первые слова, которые обращены к пациенту, это они очень важны. Потому что сразу пациент понимает и чувствует, к какому доктору он обратился. Поэтому прежде всего вежливость, прежде всего сострадание и в глазах, и в действиях, и в поступках. Это очень важно. К сожалению, безразличие и равнодушие наше время растет. И среди медицинского персонала в том числе. Поэтому это очень важно. Доброе, вежливое и сострадательское отношение к пациенту. Предназначение женщины – дарить любовь детям. Но не каждой суждено дарить ее своим детям. Бог не дал возможность Татьяне Тимирблатовне иметь своих детей. Он распорядился иначе – любить каждого своего маленького пациента, как родного. У меня-то взято такое ощущение, что каждому ребенке хочется видеть своего ребенка. Вот это действительно так. Я говорю совершенно искренне. Иногда бывают такие дети, да, и такое ощущение, что это вот мой ребенок. Вот, представляете, вот у меня даже иногда вот такое. Вот я его беру, и мне не хочется его отдавать матери. Все дети хороши, все. И я не зря сказала, что про педиатрию – это моя жизнь. Так сложилось, что действительно в этом вся моя жизнь. Как часто у вас бывает мысль бросить все? Конечно, сложные бывают моменты, очень тяжелые. Но вот такой мысли, я вот тоже хочу сказать, никогда такая мысль меня не посещала. А когда вы получаете из раза в раз низкую заработную плату, из раза в раз слышите оскорбление в адрес медицины, к чему это может побуждать доктора? Ну, так как я не представляю себя никакой другой специальности, то для меня низкая заработная плата не является… Конечно же, заработная плата очень важна, естественно, высокая заработная плата. Но вот в данном ракурсе, в таком вот вопросе для меня это не важно. Это для меня не важно, эти условия. Что бы вы хотели сказать людям? Я всем желаю прежде всего здоровья. Это самое важное в нашей жизни. Поэтому будьте внимательны к себе, берегите себя и следите за своим здоровьем. Имя Фидарова Феликса Батербековича, уролога, доктора медицинских наук, профессора, хорошо известно как медицинской общественности, так и обычным людям. Уже в 14 лет он знал, что будет только врачом. Трудовая биография доктора Фидарова богата. После окончания института он работал по распределению в городе Туле, Суворовске. Затем были интересные годы учебы и работы в городе Москве, где и происходило становление Фидарова как врача и ученого. В родную Осетию он вернулся в звании доктора медицинских наук. Чем было обозначено ваше желание продолжать именно научную карьеру, и все-таки она связана в той или иной степени обязательно с образовательным процессом? То есть это не только чистое мастерство лечебника, это еще и какие-то другие грани творческой работы? Конечно, работая. Являясь сотрудником вуза, ты должен быть не только лечебником, ты должен быть еще и педагогом, ты должен быть и психологом. Все это вместе дает определенные плоды. Только нужно желать работать, уметь работать, не уставать, ставить перед собой какие-то цели и достигать эти цели. Что для вас значит доктор медицинских наук? Я считаю, что вряд ли стоит заниматься докторской диссертацией ради самой диссертации, только ради того, чтобы получить ученую степень доктора наук. Это прежде всего должно быть желание изучить какой-то раздел науки, что-то новое внести в науку, в практику, то, что позволяет потом помогать нам, нашим пациентам на более высоком уровне. Вот у меня, например, кандидатская диссертация была по андрологии. Меня на тот момент эта тема очень интересовала, поскольку вопрос касался бесплодных браков, вопрос касался бесплодия у мужчин. Занимаясь этой темой, пришлось выполнять какие-то фундаментальные исследования. И результатом этой работы явилось то, что мы у значительной части пациентов с этой патологией смогли помочь. Смогли помочь обрести счастье быть отцом. Я считаю, что это заслуживает того, чтобы этим заниматься. Докторская моя диссертация была посвящена применению лапароскопических методов хирургии при урологических заболеваниях. На тот момент это было новым направлением. Могу смело сказать, что в Москве тогда лапароскопией в урологии занимались два человека. Это был докторант института последипломного образования и я докторант института урологии. Когда пациент обращается за помощью к профессору, к доктору медицинских наук, он, как правило, бывает нацелен на то, чтобы получить от него ответы на все вопросы. Всегда ли получается это сделать? Всегда ли получается решить проблему до конца? Нет, конечно, не всегда. Конечно, не всегда. Этого быть не может, чтобы абсолютно на все вопросы мы могли дать ответы. Но дать пациенту правильное направление дальнейших его шагов, куда ему пойти, где ему обследоваться, о какой проблеме думать, кому подойти, я думаю, что это в наших силах. С вами поговоришь и заряжаешься энергией и работоспособностью. Это отмечают все те, кто хотя бы один раз с вами пообщался. Откуда заряд берете такой энергии? Откуда такая высокая трудоспособность? Наверное, это врожденная способность, унаследованная от моих старших, от предков, нацеленность на работу, нацеленность на желание быть полезным. Я прихожу на работу с радостью, меня ничего не тяготит. Я люблю общаться со своими пациентами, люблю общаться со своими коллегами. Поэтому я прихожу всегда, и даже по дороге на работу я уже думаю, с чего я начну, кому я пойду, кого я буду смотреть, что я буду определять, что я буду оперировать и так далее. А без этого в медицине делать нечего. Если ты не нацелен на положительный результат, и ты не хочешь помогать людям, тогда тебе в медицине делать нечего. Тогда надо заниматься чем-то другим. Федаров Феликс Батарбекович не только талантливый врач и ученый. Одним из главных достижений его является создание крепкой и дружной семьи. Наша семья состоит из четырех поколений. Это мои родители, это мы уже, так сказать, наши дети, и у нас есть уже внук. Вот мы живем одной такой большой семьей. Как удается такую семью сохранять на одной территории? Ну, так скажем, непросто. Да, непросто, потому что очень часто бывает разность интересов, да, и нужно соблюсти паритет разности интересов, да. У старших одни интересы, у нас другие, у детей третий интерес, и тут еще появившийся внук, который является радостью для всех нас. Нужно уметь ладить, где-то уступать, где-то можно, наверное, и настаивать на своем. Ну, как-то нужно сохранять единство в семье. Как сделать так, чтобы твои дети тебя радовали, чтобы ничего не огорчало по-крупному в них? Секрет воспитания, наверное, заключается не в нотациях, не в беседах, да, а в собственном примере. Что бы мы ни говорили, если наши поступки противоречат тем постулатам, которые мы объясняем детям, то никакого воспитания не будет. Все равно на примере воспитывается ребенок. У меня трое детей, старший сын, он врач, стоматолог, работает в Москве, работает на данный момент уже успешно. То есть, почему говорю, уже успешно у него было одно время, он занялся другой работой, то есть он получил второе образование, экономическое образование. Но к моей радости он понял, что все-таки лучше вернуться в медицину. Вернулся в медицину, осваивает свою специальность, достаточно успешно осваивает. И я думаю, что в дальнейшем у него должно сложиться все хорошо. А младшие, две дочери, старшие заканчивают в этом году школу, тоже хочет быть врачом. Причем без какого-либо нашего насилия, нажима, уговоров. То есть я вообще-то категорически противник уговоров детей, идти в ту или иную специальность. Дети должны выбрать сами. Родители должны только помочь, подсказать, но ни в коем случае не настаивать на своем мнении. Вот. Ну, закончить школу, будет поступать в медицинский институт. А младшая девочка пока что в 10-м классе. У вас супруга тоже доктор? Да, супруга тоже доктор, терапевт. А в выборе супруги это было значимо, что она тоже доктор? Нет, нет, специальность не имела значения. Удивительно легкий в общении, доброжелательный, ответственный. Феликс Батырбехович, квалифицированный, ведет не только лечение пациентов, но и занимается преподавательской деятельностью, подтверждая свое высокое звание профессора, доктора медицинских наук. Беседуя со студентами, они называют в перечне, в небольшом перечне любимых преподавателей, как правило, вашу фамилию. Как вам кажется, почему так происходит? Вы от них требуете достаточно много, достаточно сурово, а вас любят? Ну, мне трудно судить о том, насколько я любим студентами. Я действительно очень строг и очень требователен, и не только к студентам. Во-первых, прежде всего к себе, во-вторых, к своим сотрудникам, к тем, которые со мной работают, и, конечно, требователен к студентам. Я всегда своим студентам говорю, если вы выбрали для себя врачевание, будьте добры быть докторами на высокого уровня. Нельзя быть недоученным специалистом, поскольку за этим следует качество вашей работы, и вы можете навредить. То есть основной принцип медицины какой? Не навреди. А отсюда исходят и мои требования. Пришел — учись, знай, умей. В медицине не может быть посредственности. Не может быть. Поэтому и такие требования у меня к студентам. Конечно, они приходят, и когда не могут, мы им стараемся помочь, а когда они не хотят, мы стараемся их заставить. Правда, иногда они сопротивляются, не хотят, находят всякие поводы, различные поводы для того, чтобы что-то не выполнить, все прочее. Но встречаясь с этим, с нашим сопротивлением, с нашей настойчивостью, они вынуждены бывают выполнять учебную программу. И правда потом, уходя отсюда, говорят спасибо, чтобы вы нас заставили выучить что-то, вспомнить и так далее. Но без этого нельзя, к сожалению. Мне в жизни очень везло с учителями. Начиная с нашей медакадемии, я очень хорошо помню лекции нашего профессора Цагаришвили, который преподавал нам оперативную хирургию. Я очень хорошо помню практические занятия по хирургии, которые с нами проводил тогда доцент кафедры Есенов Бек Асахметович. Я очень хорошо помню тех хирургов, с которыми работал в Суворовской больнице, с которыми работал в Туле, в медсанчасти. Это были блестящие хирурги. Я очень многому у них научился. Далее, всегда буду благодарен академику Лопаткину, который позволил мне заниматься именно теми вопросами, которые меня интересовали. Не те, которые входили в план научных исследований института, а то, что меня интересовало, и для меня были созданы условия для этого. Поэтому есть в нашей области, в нашей специальности, есть имена, которых я вспоминаю всегда с благовением, перед которыми я преклоняюсь и стараюсь в своей работе подражать. И вот насколько у меня это получается, это судить уже не мне. Что вам мешает работать, а что помогает в работе? Мешает в работе непонимание тех лиц, которые обязаны думать о состоянии нашего здравоохранения. Вот это мешает очень сильно. А помогает всё-таки надежда, что всё-таки будет лучше, мы больше сможем. И помогает, конечно, желание. Желание быть полезным. Используя данную возможность, и учитывая то, что я врач уже с большим опытом, и зная то, что происходит сейчас со здоровьем нашего населения, мне бы хотелось очень пожелать всем гражданам нашей республики, найдите для себя время, хотя бы один раз в год, один день в год посвятите себе. Пройдите какое-то обследование, не поленитесь сдать анализы крови, мочи, сделать рентген лёгких, пройти через узких специалистов. И лучше с врачами говорить о профилактике возможных заболеваний, чем потом обсуждать вопросы лечения. Я искренне всем нашим гражданам этого желаю. Найдите для себя время. Или, иначе говоря, возлюбите себя. Потому что от этого зависит ваше здоровье, от этого зависит ваша трудоспособность, и, в конце концов, от этого зависит продолжительность жизни. А жизнь меняется, становится жить интереснее, лучше, веселее, как говорится, качественнее. Почему мы должны лишать себя этой возможности? Будет утро добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас болеем.